Юрий Боровский, глава Берлинского отделения правозащитной организации «Русь», сидящая с нами на связи. Юрий, приветствуем вас. Добрый вечер. Юрий, приветствуем вас. А вы можете, вот сказать, временной, скажем так, аспект, временной отрезок, когда все-таки Российская Федерация начала вот этот переход в сторону полицейского государства? А может, она всегда таким государством была Россия? Просто, ну, многие не то чтобы не замечали, не хотели этого замечать. Либо же все-таки был этот переход в какой-то период времени? Ну, периоды были разные, в принципе. Если мы говорим там о 90-х годах, то, в принципе, был такой хаос, разгул, когда только еще устанавливались какие-то новые порядки. И, в принципе, в нулевые годы тоже ситуация была такая переходная. А в 2008 году была проведена известным либералом Дмитрием Медведевым реформа милиции. И милицию переименовали в полицию. Ну, в общем-то, это, наверное, все, что после этого поменялось. Я бы вспомнил 2011 год, когда начались в России массовые протесты и людей стали задерживать. В 2012 году было болотное дело, и многих людей осудили в основном по двум статьям. 212 и 318 – это применение насилия к представителям власти и участие в несанкционированных акциях. И тогда именно показания полицейских легли в основу этого уголовного дела. То есть там за оскол зубной эмали, за то, что полицейские получили какие-то моральные страдания. Людей просто отправляли в тюрьмы. И тогда вот давали показания сами полицейские. А где-то примерно в 2015 году в России появился такой сайт, такой проект «Русская Эбола», который собирал данные о смертях задержанных в полицейских участках, в СИЗО, в колониях, во всех подобных учреждениях. Ну, действительно, то, что мы видим сейчас, во время полномасштабного вторжения, да, система МВД, она очень хорошо работает на путинский режим, и она выполняет свою функцию, функцию такую вот жесткого подавления любых форм протеста. И это касается даже не только политических активистов, не только того, что мы видели сейчас в Башкортостане, но и, в принципе, любого человека, неважно, гражданин он в России, или гражданин, который попал в отделение полиции. И понятно, что здесь его могут ждать любые репрессивные меры, которые только посчитает нужным полицейский, чтобы выбить из него какие-либо показания, либо добиться своих поставленных целей. Юрий, важно добавить, если мы называем Россию полицейским государством в целом, значит, мы предполагаем, что над полицией нет органа, который мог бы контролировать, по сути дела, да, этот так называемый правоохранительный орган силовой. Но ведь есть СК условный, да, который также отслеживает, есть прокуратура, есть органы, которые отслеживают, иногда заводят дела, задачу взятки и прочее-прочее. Ну, наверное, нельзя в целом ведь сказать, что тогда Российская Федерация – это полицейское государство. Либо, как вы вот считаете? Ну, если мы говорим о делах, которые заводятся, это, скорее всего, частные случаи. В отношении полицейских как раз, да, да, в отношении полицейских, да. Да-да-да, это, скорее, частные случаи, и здесь речь идет о том, что совсем уже, как бы, выбивается из всех норм и всех рабок. Но ни прокуратуре, ни следственному комитету невыгодно полицейских каким-то образом репрессировать и ставить их на место, потому что они выстрелят себе в таком случае в ногу. Когда идет судебный процесс, то чаще всего суд становится на сторону следствия. И они очень хорошо работают в связке. А полиция, в общем-то, это первый орган, с которым сталкивается человек, которого в итоге заводят уголовное дело. И, соответственно, если следственный комитет будет не доверять сотрудникам полиции, то вот как-то вот это все же нехорошо будет. Может, и дело потом-то в суде развалится. Поэтому, ну, зачем людям, которые друг с другом сотрудничают, что-то как-то друг другу палки в колеса пихать? Юрий, я хочу вас спросить. Вот мы как раз сейчас показываем кадры сегодняшних акций протеста, где в Москве вышли жены мобилизованных, родственники мобилизованных. Там, где были задержаны потом 25 журналистов, более детально действительно будет обновляться информация, будем озвучивать нашим зрителям. Но тех, кого задержали, это не жены мобилизованных. То есть это не те, кто пришел протестовать, ну, прямой высказывать свой протест. Я напомню нашим зрителям, что просили вернуть мобилизованных как раз домой. А вот в нашем эфире мы частично говорили как раз о женах мобилизованных и говорили о том, гость, представитель ОВД Инфо сказал, что не комильфо трогать как раз жен мобилизованных, поэтому их не задерживали. А вот по вашему мнению, почему сегодня во время таких акций протеста все-таки не решились представители, так называемого, правопорядка на то, чтобы задержать, ну, вот, нескольких, да, вот жен мобилизованных, родственников, жен и так далее? А зачем нагнетать этот конфликт? Они же не говорят, остановите войну, вы видите войска из Украины, перестаньте убивать украинцев. Они говорят, верните нам наших мужей, они уже нормально послужили, они уже нормально поубивали, они устали, наши мальчики бедные, давайте уже кого-нибудь другого, пусть будет ротация, а их верните. То есть, ну, это такой, в общем-то, пока что удобный протест. Плюс, опять же, выборы скоро, в марте. Зачем вот из этого раздувать скандал? Потому что, я думаю, все больше и больше сейчас становится родственников тех, кто отправился на так называемую специальную военную операцию, а условия у этих людей по поступающим, опять же, сообщениям не очень хорошие. И, конечно, родственники переживают. Они не переживают, что именно делают их мужья и сыновья, а они переживают, как же им там в окопах плохо живется. Поэтому, если сейчас жен мобилизованных, которые вот так вот, в общем-то, выпускают этот протестный дух, такой условный, конечно, не нужно их сейчас трогать, чтобы нагнетать. Вместе с тем, да, всегда можно взять кого-то, кто пришел поддержать этот протест. Кто его знает, что у этих людей на уме? С женами мобилизованных-то все понятно, в общем-то. А если человек вышел поддержать этот протест, вдруг у него какие-то еще другие мотивы, и вдруг он не поддерживает специальную военную операцию. Ну и, собственно, важно также добавить, чтобы и активисты, и в том числе ОВД-Инфо, которые мы сегодня приводили, да, в пример, следили за судьбой этих людей, которые были задержаны непосредственно. Возвращаясь вот к началу нашего с вами разговора и материала, который был сделан нашими коллегами, как, по сути, люди задержанные, так называемыми полицейскими силовиками, они умирают непосредственно в отделениях. Насколько часто это происходит, об этом писала в том числе и новая газета Европа. В 2023 году внезапные смерти стали, в принципе, такой топ-темой, да, в полицейских отделениях и прочих. Новая газета изучала около 120 тысяч сообщений СК, следкома Российской Федерации, 5 тысяч новостей из средств массовой информации. В целом, за последние 15 лет, хочу сделать на этом акцент, жертвами полицейского насилия стали не менее 1330, собственно, человек. Опять-таки, как вот это в целом оправдывается со стороны непосредственно полицейских? Ведь не все дела, которые описывает новая газета, они становятся достоянием общественности. Эти дела иногда умалчиваются. И правильно ли понимаешь, что в случае смерти кого-либо в здании так называемых правоохранительных органов все другие органы, СК, генпрокуратура, они, по сути дела, замалчивают, как-то помогают полицейскому скрыть эти преступления? Ну, конечно, им же невыгодно это расследовать. Всегда лучше списать на несчастный случай. Не знаю, там человек уже пришел с сердечным приступом, а тут вот он на морозе посидел, ему стало плохо, и он умер. Это же иначе придется проводить расследование, служебную проверку. Опять же, возможно, как-то полицейских репрессировать. Ну, зачем? Это никому не выгодно, это лишняя работа. То есть методы работы полицейских, они описаны довольно во многих источниках. И то, когда влюбиваются пытки, выбиваются показания путем пыток, это тоже, в общем-то, распространенная практика, но просто не все люди от пыток умирают. А что теперь? Не пытать, что ли? А как тогда раскрываемость повышать? Это же как-то вот нехорошо получается. Поэтому случаи смертей, да, это какой-то процент от всех задержаний. И смерти происходят по разным причинам. Не знаю, там человек был пьяный, и уже у него была какая-то проблема, он умер. Либо человека действительно запытали, либо его оставили в каких-то пыточных условиях в холодной камере. И в итоге это спровоцировало какой-то недуг. Это же тоже разные ситуации, и не всегда это видно в статистике. Но, возможно, есть какая-то еще и закрытая статистика. Но, в общем и целом, всегда проще сказать, что человек сам упал с лестницы, что, не знаю, у человека были хронические заболевания. Это гораздо проще, чем расследовать подобные эпизоды и чем признать, что такая проблема действительно существует в силовых структурах. В целом, если говорить о ситуации в силовых этих самых структурах, несмотря на то, что пребывание в полиции, это пребывание в теплом месте, по большому счету, такая себе и отсрочка от мобилизации, ну, нечасто, да, есть кадры, когда полицейские непосредственно в какой-нибудь Москве вдруг оказываются спустя несколько дней на фронте. Мало таких ситуаций, в принципе, существует. Несмотря на это, в российских силовых органах, если мы говорим конкретно о полиции, есть недокомплект. За последние три года он увеличился на 30% примерно. В 2023 году не хватало около 100 тысяч сотрудников непосредственно национальной полиции, полиции Российской Федерации. О чем связано, вот, как я понимаю, постоянное увольнение с мест? И как это увольнение влияет на поведение непосредственно полицейских? Я так понимаю, чем меньше людей, тем больше дел на них падает? Да, вы совершенно правы. Чем меньше людей, тем больше дел на них падает. И вместе с тем есть вот эта палочная система, что если, например, в 2023 году раскрыли условно тысячу преступлений, значит, в 2024 году нужно раскрыть 1100 преступлений, чтобы показать эффективность работы. И с этим связано в том числе и то, что такой недокомплект. Полицейским платят, ну, не сказать, что прямо сильно много. Плюс у них, конечно же, очень много бюрократической бумажной работы, заполнять различные протоколы, делать такую работу, которую, наверное, мало кто добровольно хотел бы делать. Но и в том числе поэтому есть такая структурная проблема, что из людей пытками выбивают показания, чтобы получить те самые палочки, чтобы поднять раскрываемость. И вместе с тем, да, вот каким-то образом себе устроить дополнительный заработок. Потому что, ну, можно же всегда вымогать взятку с человеком. Поймали человека с наркотиками. С него на уровне полиции всегда можно потребовать взятку. Потому что если дело уже будет зарегистрировано, если оно пойдет дальше в суд, то человеку, который стал фигурантом этого дела, будет гораздо сложнее откупиться. Юрий, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Юрий Боровских, глава Берлинского отделения правозащитной организации «Русь сидящая» был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры подогнал «Симон»